Чего же не хватает людям в 2020 году? Думала-думала компания Sven и справедливо рассудила, что больше всего людям не хватает радости. Общения, музыки, веселье, а также безумных вечеринок, конечно же, с караоке. Так и появилась на свет мобильная аудиосистема, а в простонародье Boombox, Sven PS750. Прием-прием, это XBT.com, на связи Бурховецкий, и сейчас чего расскажу про новую переносную колонку от Sven. Поехали! Несмотря на то, что колонка выглядит массивно, весит она при этом немного, всего около 5 килограмм, и ее легко поднять и отнести туда, где вы собираетесь музыку слушать. Связано это с тем, что корпус здесь полностью пластиковый, и если к мобильности это большой плюс, то точно такой же минус к прочности. С такой колонкой нужно обращаться осторожно, чтобы не повредить корпус. Спереди под защитной сеткой два 145-миллиметровых динамика для низких и средних частот, отверстия фазоинверторов и два 32-миллиметровых высокочастотных динамика. Большие динамики еще и подсвечены. Режимов подсветки, как и цветов, здесь немного, но тем не менее выглядит все это приятно. О звуке расскажу потом, а пока посмотрим на верхнюю панель, ибо на ней находятся все разъемы и элементы управления. Что же здесь есть? Ну, во-первых, неожиданный USB Type-C, и он предназначен исключительно для питания и подзарядки внутреннего аккумулятора. Здесь их два, и каждый на 4400 мАч. У нас на тестах получилось около 10-15 часов работы на средней громкости с включенной подсветкой. Почему 10-15? Потому что аккумуляторам на раскачку нужно несколько циклов зарядки-разрядки. И, скорее всего, колонка будет работать 15 часов, что неплохо. Хватит и на вечеринку, и на автопати. USB-адаптера в комплекте нет, и, к сожалению, это тренд. Последнего времени никто не кладет в комплектацию USB-адаптера. Но зато есть USB-кабель, правда, не очень длинный, всего метр длиной. Это совсем неудобно, если у вас колонка стоит не прям под розеткой. Что есть еще? Разъем USB 2.0 для флешек и разъем для microSD-карт. Важно помнить, что поддерживаются microSD-карты только объемом до 32 гигабайт. Впрочем, и этого вполне достаточно для средней руки меломана. И надо сказать, что с навигацией тут все не очень хорошо. С папками плеер не дружит, и придется все файлы хранить в корне. Ну и, конечно, 3,5-мм джек для подключения к плееру, либо мобильному телефону. В комплекте с колонкой есть пульт со стандартным набором возможностей. И вот он значительно упрощает навигацию по трекам на носителях. А еще к колонке можно подключиться по Bluetooth. При этом она будет работать только на воспроизведении. Микрофона, как и возможности переключать с колонки треки на телефоне, здесь нет. При воспроизведении по Bluetooth используется кодек SBC. То есть музыку с высокой частотой дискретизации не послушаешь. Да и вряд ли это актуально для подобных устройств. Но что примечательно, встроенный плеер вполне работает и с форматами с меньшим сжатием. То есть можно слушать и флаг, и вейв, и веймей. Но опять же, зачем? Кстати, по Bluetooth к ней можно подключить еще одну колонку, как той же модели, так и модели помладше, PS720. И раскачать вечеринку до максималок. И, наконец, то, что превращает эту колонку в развлекательную станцию для шумной компании. Два четверть дюймовых джека для подключения микрофонов. Через эту колонку можно петь, причем не только одному, но и дуэтом с кем-нибудь, или вообще гитару подключить ко второму разъему. А еще эхо себе накрутить на голос, для того, чтобы он звучал объемней. Но это все, конечно, из области развлекухи, потому что уровень громкости, как и уровень эффекта микрофонов общий. Вот они две крутилочки, это громкость, это эффект. В комплекте идет два крепления для микрофонов на заднюю панель. У нас сейчас таких микрофонов нет, но если у вас есть, то можно быстро их достать и что-нибудь спеть, пока гости не разбежались. По центру находится колесо громкости, оно тоже подсвечено, а чуть ниже набор кнопок управления и небольшой LED-дисплей, на котором отображается информация о типе подключения, треке, который сейчас играет, или частота радиостанции, если вы слушаете на этой колонке радио. А здесь есть еще и такая возможность. Если вдруг нужно звук микрофонов приглушить, ну, мало ли, всякое бывает, есть специальная кнопка, которая делает микрофоны тише. А если вам не хватает баса или верхних частот, то это можно попробовать исправить с помощью встроенного эквалайзера. Он работает достаточно мягко и звук не портит. Вот, наконец, мы и подошли к звуку, и тут надо сказать, что звучит эта колонка громко. Все-таки 80 ватт. Для средних размеров квартиры это даже много, и вполне прилично для вечеринки на свежем воздухе. При этом для подобных устройств АЧХ вполне приемлемая. Смотрите сами. Глубокого баса здесь, конечно, нет, да и провалы в середине портят впечатление, но, во-первых, это же бумбок с подсветкой. О какой ровной АЧХ здесь может идти речь? А во-вторых, на мой взгляд, устройство предназначено для решения конкретной задачи. Раскачать тусовку под открытым небом. И с этой задачей PS750 справляется. А у меня все. Это был XBT.com, на связи был Бурховецкий. Всем пока и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok